Челябинских спортсменов Челябинских спортсменов Дети с 9 лет бесплатно занимаются этим видом спорта Свыше 1100 детей с квалифицированными тренерами В количестве 38 штук познают этот вид спорта Стараемся создавать все условия, чтобы наши дети могли развиваться в этом направлении Укрепляем материально-техническую базу, поддерживаем та, которая есть И, соответственно, та помощь, которая оказывается от администрации города От регионального Минспорта Уже дает результаты Мы видим из новой истории Это, конечно, наши звезды Сейчас у нас Степан Чистяков растет Ну и, конечно, тот багаж солидный Нашей истории развития конькобежного спорта В Челябинской области В городе Челябинске Это наша Лидия Павловна Скобликова Инга Артамонова В честь которой назван наш уникальный стадион открытый Конечно, подстегивает наши подрастающие поколения К самым высоким результатам Немного о самой дисциплине Суть, как можно быстрее на коньках преодолеть определенную дистанцию Конькобежный спорт – циклический вид Он требует от спортсменов опыта Отличного чувства равновесия Умения вычислить скорость соперника И правильно оценить свои возможности Наши конькобежцы обладают этими навыками По крайней мере, те, что заявились на Кубок России Челябинск принимал его в начале декабря Южноуральская команда выставила на соревнования 16 спортсменов Среди них была и участница двух последних зимних олимпиад Чемпионка Европы по шортреку Екатерина Ефременкова Но в последний момент спортсменка снялась с турнира Я вообще его пропускаю, потому что я болела Я только вчера первый раз вышла на лед после предыдущего старта То есть 10 дней, я, можно сказать, ничего не делала Он был бы важен, если бы я была бы, конечно, в хорошей форме Но сейчас важнее здоровье У меня еще будет чемпионат России по отдельным дистанциям А, видимо, многоборья оставим на следующий год Будем отбираться и бежать в следующем году Ничего такого критичного не произошло Просто так сложились обстоятельства Видимо, организм потребовал отдыха Поэтому я заболела На чемпионат России без этого кубка никак не попасть И поэтому те, кто хотят бежать и завоевывать медаль на чемпионате России по многоборью Должны сначала здесь бегать и отобраться Следующий старт у меня будет в Коломне Это чемпионат России по многоборью по шортреку И через день я лечу в Кемерово И там буду бежать чемпионат России по кайнкам по отдельным дистанциям Кубок России проходит в спринтерском и классическом многоборье В спринте спортсмены по два раза бегут дистанции 500 и 1000 метров В классике первый день мужчины выступили на дистанциях 500 метров и 5000 метров Во второй на дистанциях полторы и 10 тысяч метров Этот Кубок России имеет большое для нас значение Тем более в условиях существующих реалий Когда у нас везде недопуски Когда наши спортсмены не имеют возможности отбираться на международные соревнования Соответственно, такие старты позволяют развивать наш конькобежный спорт Популяризировать его именно в рамках российских соревнований Что несомненный плюс и для нашей области, и для России в целом И для нашего катка большую роль играет И для воспитания молодежи, и для подрастающего поколения Именно выступление вот таких высокого класса спортсменов Где можно как раз привлекать детей более наглядным и более зрелищным видом спорта Выступают из челябинских спортсменов воспитанники школы Скобликовой И также хорошей школы Инга Ингу представляет Степан Чистяков, мастер спорта международного класса А школу Скобликовая представляет у нас Никита Базюк В лидерах, в пятерке по дистанциям входит в личные достижения Значит, из таких ребят еще у нас бежит И Цветсих есть такой спортсмен в школе Скобликовой Из мужчин Роман Тиханов Выступление челябинцев на домашнем льду было сложно назвать идеальным Степан Чистяков, на которого многие делали ставки То есть были уверены в его результатах Занял лишь четвертое место Но выводы делать пока что рано Своё выступление оценивал удовлетворительно Это многоборье, оно проходит два дня Спринтерское То есть первый день бежим 500-1000 метров И во второй день бежим 500-1000 метров Так вот, первый день все прошло в принципе Беспроблемно Вот, второй день, видимо, уже какая-то усталость была Что-то такое И обе дистанции не получились Из-за этого, видимо, вышло четвертое место Выводы делать рано, потому что это отбор Отбор на Чемпионат России по многоборьям Вот, и какой-то вывод можно будет делать уже там То есть будет еще какой-то шанс Зацепиться за тройку призеров И попробовать свои силы там Подойти уже в лучшей форме Мы спортсмены, мы работаем над собой постоянно Чуть ли не 24 на 7 Думаем, что сделать, как лучше сделать Где подправить себя Будем работать в первую очередь над технической составляющей Потому что физические кондиции, они в порядке Следующий этап будет у нас чемпионат России В конце декабря Он придет в Кемерово на новой арене Там еще никто не был на том катке Поэтому будем пробовать Интересно, какой там лед, какие будут результаты И все лидеры подают туда в наилучшей форме За выступлениями южноуральцев, кстати, следила королева Конькобежного спорта Уральская молния Лидия Скобликова Она отметила, что сейчас, как никогда Наши спортсмены нуждаются в серьезной поддержке К челябинским детям, к златоусовским детям, к миассским детям С которыми я часто общаюсь Потому что проводят соревнования на призы Лидии Павловны Скобликовой Я отношусь вообще с особым чувством Я выросла в Лозаусте Я исходила из всей туристской тропы около миасса Я выросла как конькобежец в Челябинске Я тренировалась с такими же ребятами Для меня, вы знаете, это особый мир И я всегда себя убеждала и говорила себе И говорю до сих пор Что талантливые ребят, чем на Урале, нет И воздух, и горы, и наши озера Они все способствуют тому, чтобы мы воспитывали здоровых спортивных ребят Другой разговор, чтобы и они понимали это И занимались спортом Я владела прекрасно техники Но я так не смогу бежать поворот, как я не бегаю Потому что действительно маленькие профессионалы И мне всегда хочется, я всегда мечтаю О том, чтобы я вручала награды за тех, кто выигрывает первые места На всероссийских соревнованиях На первенствах крупных, международных Чтобы я награждала воспитанников с Урала В Челябинске у Лидии Павловны есть своя спортивная школа Она носит ее имя Учреждение для подготовки конькобежцев открыли в 1968 году Уже в 1974 году школе присвоили олимпийский статус Сегодня воспитанники Челябинской Шор достойно представляют область и Россию На соревнованиях по скоростному бегу и шорт-треку Четко все, поехали, Сереж, считаешь? Четко ручки натянули, пальчики собрали На колени мы не стоим Мы стоим на ножке Ножки собрали плотно Сереж, не торопись Пальчики собирай плотно к себе Красиво смотрим Как будто у вас командная гонка Гонка-преследование Арсений, пониже Доезжай, доезжай, доезжай Куда плечи уроним? Ногу назад заводим Мы уже приставные закончили Ногу заводим назад Сейчас мы на суше с ними отрабатываем То, что они потом будут переносить на лед Техническая подготовка Как бы простые базовые упражнения Потому что не все могут сразу на льду Владеть коньком, использовать конек Поэтому мы должны сначала какие-то базовые упражнения Попробовать на доске Либо просто на полу А потом уже это перенести на скользящую поверхность Потому что мы занимаемся сложно-координационным видом спорта Поэтому не всегда можно на тонком ледвии Выполнить упражнения Нужно сначала на более такой широкой поверхности выполнить Поэтому, ну это вообще как бы все начинают То есть маленькие начинают С более простых упражнений Чем старше становятся Тем упражнения становятся более сложные Они больше по объему Успеваем шаг Пятку поднимаем Четко руки Четко, четко руки Плотно ножки Влад, колени собирай Если раньше дети были более спортивные На них родители не обращали Потому что мы очень много внимания Как бы очень много времени проводили на улице Сейчас кто активно занимается Вот их сразу видно То есть Серега у нас на роликах гоняет На скейте гоняет Он, естественно, более спортивный Арсений у нас больше сидит в гаджетах Естественно, он менее спортивный будет То есть это сразу видно И родители, кто заинтересован и понимает Что спорт нужен И что сейчас дети более гаджетозависимые какие-то Они стараются их привлечь к спорту Они стараются там на велосипедах с ними ходить Гулять больше Ну и сейчас такая обстановка Что как бы дети, конечно, очень мало гуляют Мы раньше больше времени проводили Поэтому вот от этого и зависит их владение Как бы своим телом Просто даже элементарная координация Первая группа Саша, Вадим, Вадим Неплохо проехали отрезок Не понравилось Выход из поворота Слабо делаете Еще выходим быстрее из поворота Рукой работаем Напрямой катаемся так же И скорость Вадим завысил Последний круг завысил скорость За скоростью следим Группа, в которой Артур Больше катимся на коньке Работаем над посадкой Егор, почему отстал? Не слышу Сложно было? Терпеть надо Девочки, более слаженно едем В ногу едем Так, сейчас отдых заканчивается Поехали последний раз 22-й год Это олимпийский год У нас три участницы Опять олимпийских игр В этом году Это Екатерина Ефременкова Шорт-трек И конькобежки Ольга Фаткулина И Анастасия Григорьева Но надо сказать Это не первая олимпиада С нашими представителями Это уже девятая олимпиада подряд Начиная с 92-го года Наши спортсмены Участвуют на олимпийских играх Причем 92-й три спортсмена 94-й три И оттуда привезла Бажанова Золотую медаль На 3000 метров А 98-й Тоже три участника 2002-й Один участник Вадим Сайютин 2006-й уже поменялось поколение Новая волна Екатерина Малышева В новом поколении Уже начала эстафету Приняла Потом в 2010-м году Фаткулина Малышева В 2014-м году Три участника у нас Фаткулина Серебряная медаль Боголюбский Игорь И Малышева Екатерина В 2018-м году Представляла Екатерина Ефременкова И в 2022-м Уже вот эти три участницы Я их назвала Когда наши спортсмены Выступают На международной арене Вот с такими результатами Конечно, сразу же начинают звонки Там можно ли записаться А можно там перейти из хоккея Можно ли из фигурного катания Возьмете? Нет Мы, конечно, принимаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова